Она способна видеть более 10 оттенков небесно-голубой. В красоте уральской природы ищет свое особое очарование, которое впоследствии переносит на холст. Ксения Чигаева 7 лет учится в первой детской школе искусственно-художественного отделения. Ее работы не раз занимали призовые места на многих выставках, как городских, так и на всероссийских. Мне нравится живопись, потому что мне очень нравится изображать красочный мир на бумаге. С летом выхожу только в деревне на пленэр и рисую картины. Но это сама уже, по собственному желанию. Живопись, признается, Ксения вдохновляет и заставляет смотреть на мир другими глазами. Так считают и педагоги школы искусства. Сегодня творчество юных живописцев представили на юбилейной выставке «Под небом голубым». Полотна начинающих художников собраны за несколько лет. Наши ребята отражают вот этот вот цвет неба, цвет солнца, цвет радости, запах цветов, полет бабочки, полет птички, кошечки. Все, что рядом с нами, это отражено в работах детей. В первой школе искусств учат детей, начиная с трехлетнего возраста, музыки, живописи и эстетики. Самое популярное отделение, рассказывает директор Ольга Павлова, художественное. Каждый год более сотни ребят учатся владеть кистью, смешивать краски, переносить красоту мира на холст. С двумя юбилейными датами руководители, педагогов и учеников поздравили представителей администрации города. У школы искусств всегда юный возраст. И это вот первый момент, поэтому, когда говорим о юбилее, если глядя на этих детей, трудно себе вообразить о том, что мы отмечаем юбилейную дату. Но в этом, наверное, и особый вкус есть, особое, ну не знаю, какое-то обстоятельство. Обстоятельство и в том, что проходит поколение, а искусство остается жить вечно, говорят именитые тагильские живописцы, музыканты, скульпторы. Наталья Филимонова, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ.